Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюни и Катюня. Всё просто, хотя далеко-далеко не просто. И Алюня, чё у нас? Снова на кухне, да. Снова на кухне, снова готовит. Мало. Ведро супа, рисовая каша с мясом, что-то похожее на оливье, и всё мало. Наверное, опять всё заморозили. Ну, у них же одно из двух, как я говорю. Либо съели, либо заморозили. Значит, Катюня поздоровался, сказал, что будет интересно. Он всё время обещает, что будет интересно. А толку никакого. Мы никак не дождёмся, когда же будет интересно. И знаете, что я заметила? Что уже у Катюни одежда просто трещит по швам. Алюня, ну, купи ему на размер больше. Откормила и одеваешь на него старьё, обноски, которые вот-вот и треснут. Дальше на арене у нас Алюня. Да, здоровается. И тут же сразу отчёты. Отчёты зрителям по поводу причесона. Значит, видеоролик свежий. И рассказывает, да, что там ей написали в комментариях. Ну, я уже обсуждала комментарии по поводу прически в своём прошлом обзоре. И она говорит, ой, типа написали, что нужно сменить парикмахера. И руки оторвать этому парикмахеру. Что такого наделал? И оказывается, это у Алюни у нас просто такой волос. Просто у неё и правда так вот проплешинами волосы. Поэтому удивляться нам не нужно. Менять мастера она не собирается. Она всё отращивает. Отращивает эмилирование. Ну, а потом будет мудрить что-то на голове. Ну, и дальше снова отчёт. Нам уже, нам с вами. Ну, потому что я не видела. Может, кто-то видел, что у неё писали по поводу рисовой каши с мясом. Но то, что у меня писали, я видела. И, значит, отчёт, что мы же не готовим таджикский или узбекский плов. Мы готовим русский. Алюня, и русский так не готовится. Вообще, плов это не русское блюдо. Поэтому не выдумывай, сказочница, лишь бы отмазаться. Знаете, никакой это не плов. Я даже не знаю, как и назвать. И кашей с мясом вроде не назовёшь, потому что там и лук, и морковка. Ну, короче, фиг чего. Мастер, она испортит продукты. Ну, и дальше опять, да, говорит. Ой, сейчас скажут, опять она там язвит. Какие-то язвы. Якобы язвы высказывает. Алюня, ну, что ты несёшь? Опять ты вот полетёшь всякую ерунду. Прям пургу. Говорит, я же общаюсь с вами. Я же общаюсь. Якобы это у нас общение. Нет-нет. Ничего, я не возмущаюсь. А сама, слушайте, с моими зрителями общается, а не со своими. Потому что всё, что пишут у меня, всё, что я говорю, на это она всё отвечает. Алюнь, ты со своими зрителями общайся. Меньше удаляй комментарии, а больше со своими общайся. Там вот пишут тебе лизоблюдные комментарии. Зачитывай и благодари. И благодари. Тогда больше будут писать. Дальше, говорит, пойдём на кухоньку. И, значит, тут же Алюня по стойке смирно уже на кухоньке стоит. Сначала тысячу объяснений, почему у них кухонька. Их всё устраивает. Ну, как обычно, мы уже тысячу раз это слышали. А, до этого сказала. Ну, вот мы и прибыли на нашу кухоньку. Думаю, трындец. Прибывальщики двумя самолётами летели, да, двумя поездами и двумя автобусами, пока добрались до кухоньки, чтобы приготовить пирог. Дальше показывает она Йошту и говорит, что будет с Йоштой печь пирог. И рассказывает про эту Йошту. Говорит, вот она, перебрата. Ой, это ещё похлеще уралочки. Перебрата. Алюня, ты в какой школе училась? Где ты живёшь? Ну, я ещё могу ударение ляпнуть не туда, потому что я живу в Беларуси. Ну, а ты чё ты плетёшь? Перебрата у неё, Йошта. Дальше Алюня замешивала тесто. Правильно, неправильно, не знаю. У неё свои рецепты, свои у неё фантазии в голове. Она сама себе там сочиняет рецепты и ляпает. Ну, короче, портит продукты. Дальше показывает форму и говорит, значит, аж разозлилась на Колю, что он её снимает, а не форму. А она же эти формы новые купила на базе. Говорит, подойди сюда, говорит. Ну, надо, чтобы посмотрели. Ага, оценили. Чтобы обязательно посмотрели, как будто кто-то попрётся, слушайте, на базы туда к ним, чтобы покупать такие формы. Ой, ребят, и мне так смешно стало, когда Алюня раскатывала тесто. И пришёл Семён, она что-то там затороторила про Семёна, про молочко, про Леночку. И к Алюне её перебил. Говорит, ой, говорит, пока я вспомнил, знаешь, чё? Говорит, молочко там у нас осталось. Давай, говорит, кашки сварим. Алюня, ну, свари ты ребёнку кашки. Хватит пичкать его этой жирнючей едой. Вёдра супа варишь. А ребёнок просит такого простого. Просто кашки. Да, молочной кашки. А ты всё жирное да жирное. Вон, уже раскормила кофты, трещатые футболки на нём. Одежду хоть меняй. Дальше Алюня берёт домашние сливки и добавляет туда этот сметанный продукт. Остатки роскоши дешёвой. И, значит, говорит, ой, с нас смеются со сметанного продукта. Я, говорит, вообще не понимаю, зачем навязывать какие-то бренды. А Калюня, говорит, кто-то смеётся, а кто-то и ест. Да, конечно же, всякую фигню и отраву. Кушай, кушай, и Алюнишка, и Калюнишка. Не слушайте никого. Жирите всё самое вредное. Угу. Дальше залила всё это дело ягоды сметаной, с сахаром и с крахмалом. Я вообще не знаю, для чего она крахмал добавляет. Он же оседает, пока там это всё дело нагреется, да, и начнёт жариться, уже этот крахмал осядет на низ. Ой, короче, любит она портить продукты. И Калюня то и дело приговаривает. Профессионал и профессионал. Новое слово выучил попугайчик. Слово профессионал. Теперь уже будем слышать очень часто и очень долго. Зато Алюне как нравится. Она аж подскакивает, смеётся от счастья. Ну, классно же быть профессионалом. Когда портишь бесконечно продукты, и тебя называют за это профессионал. Ну, а чем не профессионал? Профессионал, да, в порче продуктов. Пока пёкся пирог, Алюня опять ходила, бродила по двору и показывала растишки. Калюня возится чё-то там в машине в багажнике. И тут Алюня говорит, что у них секретик. Опять секретик. Ой, я помню их все секретики, да. Такие секретики, что забыть невозможно. И тут опять секретик. Ну и дальше показала пирог. И что я хочу, ребят, сказать. Походу она его испортила. И он внутри не пропёкся, а поплыл. Знаете почему? Обычно Алюня вблизи всё показывает. Форму вон прям наорала на Калюню. Иди сюда, ближе показывай. А пирог, смотрите, прям издалека, издалека. Чтобы не было заметно, что опять испортила продукты. Она его даже вблизи целиком не показала. Потому что понимала, что напортачила снова. Алюня попрощалась. Калюня попросил лайки. Да, и подписочки. И закончили видос. Мне вот, ребята, интересно. Неужели они дальше будут показывать всё то, что показывают сейчас? И их канал будет ограничен этой кухней, двором. Ну, ещё и огородом. То, что ездить уже к родственникам и показывать, точно они уже не станут. Да, потому что их уже с камерой никто не подпустит. Походу, и Полина-то не особо уже хочет, чтобы снимали. А без съёмок чё Алюне туда ездить? Да? Чё ей там делать? Ей же главное поснимать да показать, чтоб все похвалили. Чтоб там в комментах охали и ахали. А так просто, чё она там забыла? Ой, я прям не представляю. Прям не представляю. Больше всего я не представляю, что это за зрители, которые восторгаются Алюней и Катюней. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok